С информацией по работе оперативного штаба по борьбе с незаконной добычной криптовалютой. Работа по продействию размещения и подключению на территории Гальского района оборудования под добычей криптовалюты ведется в штатном режиме. За период с 1 января 2022 года по настоящее время информации по подключению к сетям групп Черноморо-Энерго оборудования криптовалюты нет. Однако, есть вероятность подключения в домашних условиях и были точечные и единичные случаи в 2021 году, на что и ОВД, и работники Черноморо-Энерго реагируют в оперативном режиме. За текущий 2022 год было проведено 10 оперативных совещаний со 21-17, со 20-20. Тенденция к снижению, но работу продолжаем. Задолженность за потребляемую электроэнергию абонентов. Сведения о реализации электроэнергии по управлению сбыта РУП Черноморо-Энерго за январь по декабрь 2022 года. Начислено было 57 миллионов рублей, 57 миллионов 384 тысячи 19 копеек, оплачено 21 миллион 197 тысяч 57 копеек. Задолженность состоит в 36 миллионах 186 тысячах. Исполнение 36,9% в общем. Немного разобью. Юридическим лицам начислено 4,861 тысяча и по исполнению 91,2%. Но октябрь месяц было 93 и за последние два месяца наблюдается спад. Вышли на уровень 91%. У тебя пять минут, Костя. Осталось две с половиной. Тогда сейчас. По физлицам 33 и 14%. Сезонная нагрузка. Тогда не буду останавливать сезонной нагрузки. С января по декабрь. Это на совещании на штабе будешь говорить о сезонной нагрузке. Анализы выполнения плановых бюджетных поступлений за 2022 год. Общий объем 56 миллионов, при плане 48. У нас перевыполнение 115%. Динамика роста 111%. Все аналоги вы сказали не перечислять. Ну, в общем, я сказал, Санагир, еще если можно. Численность населения, занятого в экономике, 5 617 человек. Из них индивидуальных предпринимателей в районе 430. У всего юридических лиц 74. В государственном секторе задействованы 1486 человек. В негосударственном 4 131 человек. Среднемесячная зарплата в городском районе в государственном секторе составляет 11 022 рубля 10 копеек. В негосударственном секторе 12 748 рублей. На объем платных услуг я согласен графику. В энергетике 10 520, в транспортной услуге 1929. Это не обязательно, Костя. Договорились. Трудоспособного населения в районе 17 930 человек составляет 59 и 23 процента. Еще раз. Какая? 17 930. Это что за трудоспособного населения? И сколько работает? Ну, а, сейчас я скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Из них... 5 тысяч, по-моему. Да, да, да. 5 тысяч, да, да, да. Ну, а как это может составить 50 процентов? Это из трудоспособного. Не все работают. 30 процентов. Да, не все работают. Чисто из трудоспособного, вот мы считаем, в возрасте, по возрасту. Старше трудоспособного населения, это пенсионеры. Все остальные 7 тысяч, составляет, 7 111 человек, составляет 23 процента. Продолжение следует...